Привет, дорогие друзья! С вами сегодня опять я, Нара, риэлтор. Работаю в Северной Вирджинии и, может быть, скоро в Мерлэнде. Уже вот 16 лет работаю в этой сфере и предлагаю свои знания и опыт на моем канале YouTube. Спасибо, что вы меня смотрите, мне очень приятно. И сегодня я бы хотела вам рассказать и показать наглядно ситуацию на рынке за последние 30 дней и посравнивать, что у нас происходит за последний месяц и с теми же данными в прошлом году на сентябрь месяц. То есть вот мы сегодня в сентябре месяце 2020 года будем сравнивать с тем, что же было в сентябре 2019 года. Давайте начнем с того, что посмотрим на статистику, что же происходит на данный момент и как изменился рынок за последние 30 дней, чуть не сказала 30 лет. Давайте посмотрим на ситуацию в Fairfax. Значит, вот смотрите, когда я вам показываю вот эти вот цифры, таблицы, посмотрите, имейте ввиду, что информация идет за последние 30 дней с июля по август. Мы говорим только про недвижимость, жилую недвижимость и вот здесь вот внизу вы увидите, где, о чем речь, про какой county идет речь. Я пройдусь по counties, я не буду говорить про какие-то города конкретные, потому что их очень много, информации очень много, но если вам интересно, что происходит конкретно в вашем городе, пожалуйста, обращайтесь, я сделаю ту же самую выборку именно на ваш город и скажу, покажу, что происходит на самом деле. Вот когда вы смотрите на картинку здесь, я извиняюсь, я даже не знаю, что здесь произошло вот с этим вот попап, но посмотрите, насколько изменилась картинка. Значит, смотрите, в июле 2020 года всего домов было продано 1800, примерно на чуть больше 100 домов продавалось меньше в августе месяце, да, и посмотрите на цену, вернее, на количество дней на рынке. Примерно, в принципе, также осталось. Средняя цена на дом у нас в Fairfax County где-то примерно 600 тысяч, но если вы посмотрите информацию и сравните с прошлым годом, посмотрите, на данный момент на рынке всего в сентябре 2249 домов, в 2019 году их было полторы тысячи, да. О чем это говорит? О том, что в 2019 мы еще говорили про какую-то сезонность, в этом году мы уже про сезонность забыли, у нас просто вообще никакого нет значения лета, зима, осень или весна на данный момент, просто потому что домов очень мало выходит, но вот сейчас тот наплыв домов, он начинает идти, потому что мы как раз, если вы помните, март-апрель, мы все сели по домам, люди, которые хотели продавать, передумали и оставили свои дома, и вот они сейчас все повыходили за это лето, и сентябрь-август немножко затронул вот этот наплыв, но смотрите на inventory accumulation, вот это вот, вот это вот значение, вот эта цифра, она вам говорит о том, что сколько времени займет, чтобы продать то количество домов, которое сегодня находится на рынке, то есть, как я уже в своих предыдущих видео объясняла, нормальный здоровый рынок, это когда 6 месяцев, то есть вот эта вот цифра должна быть 6 месяцев, чтобы мы могли говорить о том, что рынок на самом деле здоровый, а что это означает? Это означает, что займет, вот если мы сейчас заморозим то количество домов, которые находятся на рынке, и у нас займет 6 месяцев продать именно то количество замороженных домов, которые на сегодняшний день сидят на рынке. В двадцатом году, в сентябре двадцатого года это значение 1,3, а это очень сильный индикатор того, что на самом деле рынок очень сильно как бы предрасположен для продавцов, то есть на самом деле домов очень мало, покупателей очень много, и вот в этой вот статистике, в этой таблице мы как раз видим этому наглядное подтверждение. В сентябре девятнадцатого года эта цифра вообще была один, то есть когда я вам говорила, что мы испытываем вот этот недостаток домов вот уже несколько лет, вот правда вы наглядно видите, что в девятнадцатом году ситуация была даже хуже. Теперь смотрите, в среднем, посмотрите насколько изменилась цена, средняя цена выставляемых домов, насколько она выросла за один год. Посмотрите на количество домов, которые пошли под контракт. Несмотря на то, что в прошлом году у нас было примерно столько же, как дома выходили на рынок, они уходили под контракт. Сейчас вот эти цифры, они говорят о том, что под контрактом дома долго не стоят, то есть дома уходят быстрее, продаются быстрее. И количество новых домов, посмотрите, в сентябре 2019 года 1666, в этом месяце 871, это опять-таки связано с тем, что народ не хочет выставлять сильно активно, но и самое интересное, что в августе этого года, 20-го года, наплыв был. То есть к сентябрю, опять-таки это можно понимать так, что в сентябре начинаются школы, люди которые хотели продавать, они продали до того, как школа началась, и вот в сентябре мы видим такой немножко упадок. В октябре, я не думаю, что это будет сильно, значение уйдет ниже, скорее всего оно пойдет выше, то есть уже выйдут люди те, которые от школы не зависят. Но это Fairfax County. Давайте посмотрим, что у нас происходит в Александрии. В Александрии, если вы, что мы хотим вообще на, вот в этих таблицах, на что нужно обращать внимание. Наверное, нужно обращать внимание на то, за сколько цена, какая цена домов, которые выходят на рынок. Наверное, вам не столько интересно, сколько дома, сколько домов продается за этот месяц, сколько вам, наверное, будет интересно узнать, за какую цену они продаются. В среднем, посмотрите, 550-552 тысячи в Александрии цена. Но если вы глянете на количество месяцев, чтобы все эти дома продать, Inventary Accumulation, вы увидите, что в девятнадцатом оно вообще было меньше единицы, сейчас оно значение 1,4. Мы опять-таки, мы все равно далеко от шести месяцев, когда мы можем сказать, что рынок здоров, но может быть мы все-таки к этому придем в какой-то момент. Мы, честно говоря, все уже этого ждем. И сравним цены с прошлым годом. Средняя цена выставляемых домов, посмотрите, насколько выше. 704 в прошлом году и 847 тысяч в этом году. Это Alexandria City. Следующий у нас будет Arlington County. В Arlington County у нас опять, смотрите, все в девятнадцатом году у нас было 0,8 и 1,9. Мы потихоньку идем на улучшение с точки зрения самого рынка. Но посмотрите, что происходит с ценами. Это мы сравниваем с прошлым годом цену, да? А вот интересно, посмотрите, сравните цену с августом и сентябрем. Сентябрь и август. Насколько изменилась цена? Конечно, сентябрь еще не закончился. Конечно, мы еще будем смотреть, что происходит до конца месяца. Но это довольно интересная динамика. Я бы, конечно, хотела посмотреть, что происходит на самом деле. Посмотрите на количество дней на рынке. Примерно то же самое значение, оно особо не изменилось. Мы не так долго сидим на рынке. Нормальное количество дней на рынке это 60 дней, честно, от 30 до 60 дней. И когда дома уходят за средним 15 дней, то это вам как раз говорит о том, что дома не стоят на рынке долго. Смотрим, что происходит в Вильям Каунти, да? Это Вудбридж, это Манасос, это Гейнсвилл, это Хеймаркет. А здесь у нас уже значение Inventory Accumulation идет вниз. Посмотрите на цены. В прошлом году мы смотрим 423, средняя цена. Сейчас мы на 489. Но опять-таки, посмотрите, с августом. Август у нас почти 500, средняя цена. Сейчас 489. Хочу посмотреть в следующем месяце, что этот показатель нам покажет. Мне очень интересно вот эти все вещи, которые происходят. Они, если честно, насколько я вижу рынок, я не вижу, что цены особо падают. Поэтому вот эти все значения, они у меня вызывают такой здоровый интерес, потому что то, что они не показывают на самом деле то, что вижу я. Но, наверное, может быть это связано с тем, что сентябрь еще не закончился. Ну, посмотрим. False Church. Гляньте, какая разница в цене с прошлым годом. И гляньте, какая разница между августом и сентябрем. Очень интересно. False Church это маленький такой локалити. Там не так много домов, на самом деле, если вы посмотрите, всего единиц проданных там 22-26. То есть там домов, на самом деле, очень мало. Видите, 22-13-22. Поэтому здесь как бы трудно вообще говорить о средних показателях. Но все равно интересно. Loudoun County. У нас очень многие мои зрители, наверное, живут в Loudoun County. Будет интересно посмотреть, что же происходит. Вот это вообще непонятно что. Посмотрите, средняя цена 588. Сейчас она стала 833. Мне кажется, это связано с новыми стройками, которые за последний год вышли на рынок, которые продавались гораздо выше, чем продаются дома, которым уже больше 1 до 5, 10, 15 лет. Поэтому цена вот так вот подскочила. Но все равно значение вот этого значения, оно просто какое-то нереально разное. И гляньте на сколько же займет времени, чтобы распродать все, что на рынке в Loudoun County находится. И, как видите, стабильно 1 месяц. Опять-таки, очень далеко до 6 месяцев. В Loudoun County до здорового рынка нам еще как до, я извиняюсь за выражение, Ишачьей Пасхи. Там нам еще долго и долго и долго. Впрочем, в принципе, как и везде. Мангамари Каунти. Ребята, кто у нас из Мэриланда? Смотрите, еще раз говорю, те, кто у нас не в Мангамари Каунти, а в других каунти из Мэриланда, или кто хочет мне, допустим, информацию такую же получить по городам, типа Роквиль и так далее, Бефезда и Вирджинии, обращайтесь ко мне напрямую. Я вам с удовольствием сделаю вот такую уже подборку, статистику, и вам покажу, что происходит. И вы уже будете представлять, как вообще на эти цифры смотреть. Но в Мангамари Каунти, посмотрите, интересно, чуть-чуть лучше ситуация с рынком. То есть она чуть-чуть ближе, ну совсем на чуть-чуть, ближе к здоровому рынку идет. Опять-таки смотрим на цены. С 600 на 800 это все подскочило. Я, честно говоря, не знаю, что у вас там в Мангамари Каунти происходит. Может быть, тоже новое строительство идет вовсю за последний год, я не знаю. А может быть, на самом деле так цены выросли. Кто знает, дайте знать, мне интересно. Но опять гляньте, сколько времени занимает, чтобы дом продался. 25-26 дней. Это чуть-чуть больше, чем в Северной Вирджинии, скажем, в Ферфаксе или в Арлингтоне. Ну вот как-то вот такие вот быстро-быстро я прошлась по вот этим вот значениям, по всяким, по нашим Каунти с близлежащим. И довольно интересная динамика. Скажу вам честно, из того, что я вижу на данный момент, количество людей, которые мне звонят и просят помочь им купить дом, чуть-чуть уменьшилось. И это, мне кажется, связано с тем, что школа началась, времени уже нет. Тем более у всех дети сидят дома и учатся из дома. Так вот, школа началась, и те люди, которые хотели переехать до того, как школа начнется, они уже переехали. Кто не переехал, так и остался на своих местах. Поэтому немножко спрос немножко-немножко охладевает. То, что касается продажи домов, я уже вижу, что у меня сейчас больше и больше людей звонят и просят помочь продать их дома, потому что время пришло, кому-то надоело заниматься арендными делами, он хочет избавиться, кто-то хочет просто увеличить свои площади, кто-то хочет, наоборот, уменьшить, потому что дети уехали по колледжу, просто разъехались. Ну, разные ситуации. И я уже вижу, что немножко сейчас пойдет, наверное, еще один такой посильнее наплыв домов на рынок. Посмотрим, я могу ошибаться, но это говорит о том, что на самом деле мы немножко ближе придем к балансу, потому что сейчас рынок просто-просто дисбалансный, покупатели просто воюют друг с другом, чтобы получить контракты, продавцы, стоит им только выставить свой дом, и они продают его на раз. Поэтому эта ситуация на самом деле нездоровая. Я вам просто рассказываю то, что вижу я сейчас на своем опыте и на опыте моих коллег-агентов, но это в Северной Вирджинии, поэтому мне самой было интересно пройтись по этим цифрам вместе с вами и посмотреть, как это все на самом деле на статистике показывается. Через месяц я сделаю то же самое упражнение и пройдусь по цифрам, и можем посмотреть, посравнивать, что у нас происходит за три месяца. Мы можем уже сравнить с августом, с сентябрем и октябрем, скажем так. Поэтому ждите видео через месяц по таким же, по вот этим же статистикам. Вот, ну все, на этом я закруглюсь. Если есть какие-то пожелания или есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием запишу видео. Ну а пока, до следующих встреч. До свидания.